Здравствуйте, вы смотрите новости на канале 13. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что лидер США Дональд Трамп отдал приказ убить его. В США начали производить новое ядерное оружие малой мощности, предназначенное для борьбы с Россией. Новую боеголовку W76-2 будут устанавливать на подводные лодки. Ее мощность составляет около 5 килотонн. Производство оружия организовано в Техасе. Первую партию должны поставить войска до конца сентября. По данным издания, разработка ядерных боеголовок малой мощности была запущена по указанию администрации президента США Дональда Трампа. Власти США считают, что у России есть аналогичное вооружение, которое может дать ей преимущество в случае конфликта. Новые боеголовки позволят Вашингтону уравнять шансы. Специалисты опасаются, что подобные разработки лишь увеличат вероятность ядерной войны, поскольку снимут ограничения на использование ядерного оружия из-за его небольшой мощности. Помимо этого, боеголовки могут спровоцировать новую гонку вооружений. Директор национальной безопасности США Дэниел Крутус в новом докладе о мировых угрозах заявил об опасности кибершпионажа и нападения со стороны России. По мнению Крутуса, угроза кибершпионажа исходит не только от России, но и от Китая, Ирана и Северной Кореи. Он добавил, что эти страны пытаются красть информацию, влиять на мнение американцев и саботировать важные объекты инфраструктуры. Например, Россия, по мнению нацразведки, пытается заразить вредоносным кодом энергосистему США. В докладе отмечается, что Кремль уже может выключить ее на несколько часов, как это было в Украине в 2015 и в 2016 годах. Сейчас, уверен Крутус, Россия составляет карты критически важной инфраструктуры, чтобы нанести ей существенный ущерб. Сегодня все. Встретимся в следующем выпуске.